Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, Только крошу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ночи маячить больше не в мочь. Черный человек, черный, черный, черный человек На кровати ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге, И гнусавя надо мной, как над усопшим монах, Читает мне жизнь какого-то прихвоста и забалдыги, Нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный, Слушай, слушай, Пормочет он мне. В книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатенов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самой высокой и лучшей марки. Был он изящен, но к тому же поэт. Хоть с небольшой, но ухватистой силой. И какую-то женщину с сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Счастье, — говорил он, — есть ловкость ума и рук. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные и лживые жесты. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым. Дума — самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, водолазовый. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются голубой блевотой. Словно хочет сказать мне, что я — жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Друг мой, друг мой, я очень-очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рожью в сентябре осыпает мозги алкоголь. Ночь морозная, тих, покой, перекрестка. Я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта сыпучей и мягкой звездкой. И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится, приподняв свой цилиндр и откинув в небрежность урду. Слушай, слушай, хрипит он, смотря мне в лицо. Сам все ближе и ближе клонится. Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так не нужно и глупо страдал бессонницей. Ах, положим ошибся. Ведь нынче луна. Что же нужно еще напоенному дремой мирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою тохлую томную лирику. Люблю я поэтов. Забавный народ. В них всегда нахожу я историю, сердцу знакомую. Как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах, половой истекая истомою. Не знаю, не помню. В одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье. Желтый волосый, с голубыми глазами. И вот встал он взрослым. К тому же поэт. Хоть с небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Черный человек, ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен. И летит моя трость прямо к морде его в переносицу. Месяц умер. Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь. Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало.